Дмитрий Владимирович Лисейцев Принадлежат к числу крайне любопытных явлений как в политической жизни московского государства, так и в истории исторической науки нашей страны. С одной стороны, о земских соборах сказано много хорошего, интересного, правильного, увлекательного. С другой стороны, наши представления о земских соборах не отличаются, я бы сказал, детальностью. Если, собственно говоря, гуляя по Будапешту или Лондону, вы с легкостью увидите здание парламента, то на вопрос, а где заседали земские соборы, где заседал вот этот вот допетровский парламент московского государства, даже специалист, скорее всего, разведет руками. Ровно так же мы не получим ответов на вопросы, с какой регулярностью полагалось заседать земским собором, какая правовая база лежала под этим политическим институтом, где границы его полномочий, сколько времени должен был заседать земский собор, с какой регулярностью собирали, какова норма представительства, собственно говоря, вообще, кого в качестве выборных отправляли на эти земские соборы. На все эти вопросы, в общем-то, даже специалист, скорее всего, разведет руками и скажет, что каждый раз это все было ситуативно, вариативно, в зависимости от обстоятельств, могло быть так, а могло быть эдак. Иначе говоря, мы имеем дело с своеобразным таким китежградом Московской Руси. Все знают, что земские соборы были, боже упаси сомневаться в их существовании, но никто их, к сожалению, не может потрогать руками, никто не может показать документы, где прописаны полномочия этого органа власти. Да и вообще, сам термин «земский собор» на страницах источников XVI-XVII века не встречается. Мы можем встретить понятие «собор», но ни разу не встречаем в документах XVI-XVII века выражение «земский собор». Это конструкция, которую сочинили мои коллеги-историки в конечном итоге. Но не будем придираться, мало ли, собственно говоря, терминов, которыми оперирует историческая наука, которые не аутентичны эпохе. Ну, так или иначе, все-таки многое вызывает вопросы. Если это был, в общем, такой крупный, важный политический институт, почему он оставил по себе так мало материальных следов? Почему зачастую о деятельности того или иного земского собора нам приходится судить по какому-то случайному упоминанию в документе, причем очень часто это упоминания, которые, ну, можно трактовать по-разному. И далеко не всегда упоминание о том, что государь с бояры и с духовенством соборне что-то обсудили, можно трактовать как однозначный признак того, что собирался земский собор. Считается, что земские соборы пережили период своего рассвета в начале XVII века, и связано это было с смутным временем, с длительным безгосударным временем, как называли период, после низложения Василия Шуйского и до избрания на престол Михаила Федоровича. Время шаткое, беспутное, и в это время, когда зачастую монархическая власть не то что ослабевала, а исчезала вообще, кто-то должен был, соответственно, подхватить вот это самое падающее знамя. Считается, что именно земские соборы такую функцию выполнили, и, собственно, сам акт передачи власти основателю новой царской династии Романовых, Михаилу Федоровичу, это дело рук земского собора. Не случайно поэтому земский собор 1613 года, пожалуй, является в отечественной исторической науке наиболее изученным. О нем писали много и с удовольствием, поскольку, ну, считалось, что он, если не точку поставил в смутном времени, то, по крайней мере, обозначил перелом в событиях смуты. С этого земского собора начиналась, как я уже сказал, история новой царской династии, и поэтому историки, жившие и трудившиеся при царях, считавших себя потомками и преемниками Михаила Федоровича, этому собору, разумеется, уделялась масса внимания. В исторической науке в конечном итоге сложилась следующая картина работы земского собора 1613 года. Осенью 1612 года Москва была освобождена от оккупировавшего ее польско-литовского гарнизона. Практически сразу после этого руководители ополчения разослали по городам и весям огромного московского царства грамоты с призывами присылать своих представителей в Москву для избрания нового государя, потому что стране, государству без государя существовать нельзя. На призыв ополченцев откликнулись провинции московского царства. К началу 1613 года представители большинства городов московского царства явились в Москву. И в феврале, в январе-феврале 1613 года проходила работа этого самого земского собора. На соборе собравшиеся, а как считают историки, их было много, до 1200 человек доходило количество участников земского собора. Более полусотни городов представлены были на земском соборе. И сословная картина тоже самая, что ни на есть разнообразная. На этом соборе, по некоторым данным, присутствовали чуть ли не крепостные крестьяне. И обычно, когда о земских соборах пишут, говорят, что это наиболее демократичное представительство такое было. Крестьян позднее к участию в земских соборах не допускали. А вот тут, в 1613 году, когда решался вопрос о царском венце, допущены были даже и они. То есть, иначе говоря, земский собор 1613 года, он такой максимально представительный и по количеству участников, и по сословному представительству тоже. Несмотря на то, что присутствовали люди из разных регионов и люди совершенно разной сословной принадлежности, по официальным документам, которые потом были созданы в канцеляриях московских приказов при царе Михаиле Федоровиче, среди всех этих людей царило потрясающее единогласие. Сначала все как один сказали, что не хотят никаких иностранных кандидатов, что никакой польский или шведский королевич нам не нужны. Отвергнуты единодушно были представители самозванческого движения, в частности, трехлетний Варенок, сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек. А когда речь зашла об избрании своего собственного отечественного кандидата, тут все проявили, опять-таки, потрясающее единодушие. Все как едиными устами возопили Михаила Федоровича Романова, Захарьина, Юрьева на царство. И даже люди, которые опоздали к моменту царского избрания, привезли с собой нечто вроде депутатских наказов, в которых тоже фигурировало то же самое имя. Ну, таким образом, мы видим вот это вот единодушие, которое, естественно, в обстоятельствах начала XVII века, иначе как божьим промыслом объяснить было нельзя. Бог вложил в умы и в уста людей фигуру вот этого одного единственного кандидата. Ну, собственно говоря, так выглядит официальная картина, но, во всяком случае, так она представлена в документах, которые, еще раз повторюсь, исходили из канцелярии приказов, работавших при царе Михаиле Федоровиче Романове. Правда, достаточно давно историкам стали доступны документы, которые вот эту вот замечательную стройность картины нарушают. Всплывают нет-нет оговорки, что все было не так легко и просто, что было на самом деле множество кандидатов, что самые разные, как бы сейчас сказали, политические технологии были пущены в ход вплоть до подкупа избирателей. В частности, в этом обвиняли князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, едва ли не ежедневно устраивавшего перы для казаков и чуть не по 40 тысяч человек, кормившего на этих перах, потому что очень хотел он получить царский венец. И тут, конечно, наиболее значимый источник – это вот обнаруженный относительно недавно, около, наверное, 40 лет назад, текст документа, известного как «Повесть о Земском соборе» 1613 года. Документ показывает, что по большому счету избрание Михаила Федоровича выглядело не совсем канонично. Это было скорее аккламацией, таким вот провозглашением казаки, которые устали дожидаться, пока бояре договорятся между собою о том, кто же, в конце концов, сделается царем, ворвались на заседание Земского собора и потребовали провозглашения государям именно Михаила Федоровича. Есть масса других источников, независимых от «Повести о Земском соборе», которые тоже указывают на серьезную роль казачества в процессе провозглашения царем Михаила Федоровича. Что касается вот этого момента, а произошло это 21 февраля 1613 года, здесь можно было, конечно, спорить, сомневаться в достоверности указаний тех или иных источников, верить или не верить в активную роль казачества в избрании на престол у Михаила Федоровича, но лично меня, например, уважаемые коллеги, всегда приводит в некоторое замешательство один странный факт. Избрание царя Михаила, мы это хорошо знаем по документам, и более поздним в том числе, произошло, как я уже сказал, 21 февраля 1613 года. Но буквально на следующий день, 22 февраля, руководители ополчения, которые в своих руках одержали реальную власть в столице, посылают грамоту в один из провинциальных городов по совершенно второстепенному вопросу, при этом как-то забывают упомянуть о том, что накануне царь был избран, и теперь служить нужно ему, и, соответственно, деньги, которых они требовали, нужно государю присылать, они им. И официальное извещение городов и уездов Московского царства о состоявшемся царском избрании началось лишь 25 февраля. И вот для меня одна из самых интригующих загадок этого периода, что происходило в эти четыре дня. Между 21 февраля 1613 года, когда казаки ворвались в зал заседания, условно говоря, назовем это так, и потребовали провозглашения царем Михаила Федоровича, на что бояре вынуждены были согласиться, и 25 февраля, когда, по всей вероятности, те же самые бояре окончательно смирились со случившимся. Что происходило в эти четыре дня? Считали ли люди, приехавшие на Земский собор, случившееся необратимым и окончательным? Для меня до сих пор остается загадкой.